Всем привет, друзья! В этом выпуске говорим про часы командирские. Какие сразу приходят на ум? Скорее всего, это те самые небольшие часы с тремя стрелками, со звездой на циферблате в латунном корпусе и стоимостью около 3000 рублей. Да, эти часы еще выпускаются и отлично продаются, но сегодня командирские обновились, и мы можем увидеть много разных дизайнов. Какие-то вам понравятся, какие-то не очень. Сегодня смотрим на командирские К-39. И уже с первого взгляда эти часы не похожи на те самые командирские, к которым мы привыкли. Во-первых, часы стали больше. Во-вторых, и что самое главное, это хронограф и хронограф кварцевый. А как вы знаете, кварцевые механизмы на производстве часового завода «Восток» не производятся. И что самое интересное, в этих часах теперь третьевая подсветка. И пускай третий светит не так ярко, зато постоянно. И подзарядка от солнца больше не нужна. Конечно, в этих часах есть и свои минусы, и на них мы тоже обратим внимание. И давайте посмотрим, какими же стали командирские сегодня. С вами Виктор, вы на канале про часы, и давайте уже на эти часы посмотрим. Поехали! И что, давайте смотреть на часы. Поставляются они в кордонной коробке. Здесь видим надпись «Восток». В принципе, все как у современных часов «Восток», специальных серий «Амфибии» и подобных. Сами часы на подушечке, в пленке. Что мы тут видим еще? И есть инструкция. Кстати, неплохо теперь делают. Логотип «Восток» так выпирает. Очень симпатично все это смотрится. Лучше, чем старая обычная бумажка. И здесь есть инструкция к часам, информация по тому, из чего они сделаны. Но, в принципе, я думаю, что сейчас нам это не понадобится. Давайте лучше посмотрим на сами часы. Вот они, современные кварцевые часы «Восток» на механизме «Ронда». Механизм здесь кварцевый, механизм швейцарский. При этом корпус часов стальной. Выполнен сам корпус, опять-таки, тоже не на заводе «Восток». Корпус привезен из Китая. На кожаном ремешке идут часы. Давайте начнем, пожалуй, с него. В принципе, выглядит ремешок неплохо. Такого желтого цвета, коричневого. Первое впечатление довольно неплохое. Но посмотрим, как будет себя вести. Сложно сказать наверняка. Что касаемо «Бакли». Давайте ее тоже развернем. Итак, крупная матовая «Бакли». Здесь логотип «Восток». Ну и дизайн «Бакли» мне напоминает дизайн ремешков «Панерай». На другой стороне мы видим надпись «Нержавеющая сталь». Ну, гравировка не так, чтобы сильно глубокая, но, в принципе, выглядит достойно. И давайте перейдем к габаритам. Итак, диаметр корпуса, если взять по безелю, здесь будет 43 мм. Но безель он немножко меньше, чем сам корпус, поэтому с корпусом будет примерно 45 мм. Толщина часов 15 мм. Ну и что мы видим? Сам корпус имеет такую матовую обработку. Пискоструй выглядит вполне себе неплохо. И мне лично нравится, что корпус матовый, он не блестящий, как во многих современных часах. Все-таки матовый оттенок более, наверное, интересно выглядит. Уберем пленочку с циферблата. Что мы видим? Здесь безель, безель, соответственно, не вращается. Алюминиевая черная вставка и тахиметрическая шкала. Ну и это хронограф. Это хронограф. Своих механизмов, механических механизмов хронографа у Востока нет. Соответственно, здесь используется механизм кварцевый. Есть, в принципе, у Востока в линейке почти такие же часы, но без хронографа просто на своем собственном механизме они выглядят немножко иначе. Но версия с хронографом, на мой взгляд, интереснее. Что по задней крышке? Задняя крышка имеет гравировку. Здесь написано командирский. Минеральное стекло К1. Да, кстати, стекло К1 минеральное будет прочнее, чем обычная минералка. Не должно сильно царапаться. При этом дешевле сапфира. В принципе, стекло довольно надежное. Видите, как оно так слегка выпуклое. Выглядит интересно. Кстати, очень неплохо смотрится вот так в профиле. Что еще мы видим на задней крышке? Нержавеющая сталь, механизм RONDO Z50, командирские. Ну и лимитированная серия 226-е часы эти из 500. Задняя крышка завинчивается. Водонепроницаемость часов 20 атмосфер. Все стандартно по-востоковски. Ну и давайте слегка переведем стрелки, чтобы было лучше видно. Завинчивается здесь заводная головка. Заводная головка неплохого качества. В крайнем положении мы можем переводить стрелки часов. Собственно, есть функция стоп секунды. Секундная стрелка останавливается. И мы можем выставить нужное время. Соответственно, во втором положении у нас происходит перевод даты. Быстрая смена даты. При этом стоп секунда не включается. Ну и сама заводная головка завинчивается. Как работает хронограф в этих часах? Собственно, верхней кнопкой хронограф запускается. Ей же он останавливается. И нижней кнопкой можем хронограф сбросить. Центральная секундная стрелка является секундной стрелкой хронографа. И слева мы видим маленький циферблат, который идет как накопительный счетчик минут. 30-ти минутный накопительный счетчик. Но в этом хронографе есть еще одна приятная функция. Если мы хронограф запустим верхней кнопкой, секундная стрелка пошла. При этом, если мы хотим засечь короткий промежуток времени, нажимаем нижнюю кнопку и смотрим. Вот сейчас у нас хронограф остановился в положении 8 секунд. И в принципе сейчас отсчет времени не остановился. И при повторном нажатии нижней кнопки секундная стрелка переходит на нужную позицию и продолжает отсчет времени. Функция довольно удобная, но не факт, что она в принципе нам всем нужна. Ну и давайте к самому интересному. Что в этих часах есть, это тритий. Третьевые элементы, которые дают нам возможность видеть время в полной темноте и гораздо дольше, чем при обычной суперлюминове. И вот они, эти третевые колбочки, которые мы видим возле отметок часов. Собственно, сами отметки... Сами отметки мы видим, они такие металлические накладные метки. И вокруг них рядом установлены третевые трубочки. И собственно, благодаря этим третевым трубкам мы сможем видеть время в полной темноте. Довольно долгое время. Тритий здесь светит 25 лет его срок службы. Ну а кстати, срок службы батареи 50 месяцев. Вот таким образом выглядят эти третевые трубки. И кстати, все третевые трубки в мире делает практически одна швейцарская компания. Все остальные компании просто у них эти трубки перекупают. И такие же трубки мы видим на часовой и на минутной стрелке. Что еще сказать по циферблату? В принципе, выглядит он довольно просто, но при этом, в принципе, привлекателен. Накладной логотип Восток мы видим, два циферблата, накладные метки. Окошко даты, такая крупная дата. Здесь большое окошко. Видим сейчас 31-ое. Давайте переведем, посмотрим, как будет смотреться дата в другом формате. Ну да, эти единичные цифры тоже довольно крупные. Минутная шкала. Секундная стрелка, кстати, попадает в метки. Попадает, ну почти, почти во все. И это показывает, что в принципе механизм собран неплохо. Точнее, не то, чтобы механизм собран неплохо, а очень четко попали при соединении механизма со стрелками. Ну и давайте посмотрим, как часы сидят на руке. На моей руке это выглядит вот таким образом. В принципе, часы, возможно, крупноваты, но такими не кажутся. Здесь между ушками расстояние 52 мм. И за счет того, что ремешок вплотную подходит, в принципе, все выглядит очень лаконично. Да и сама форма корпуса, она такая выпуклая и слегка облегает руку. Форма корпуса этих часов мне нравится. Часы не тяжелые, очень неплохо, приятно сидят. Но что касается ремешка, его качество мне, честно говоря, не понравилось. Ремешок довольно примитивный и кожа тонкая. Мне кажется, долго служить такой ремешок не будет, потому что вот уже я буквально часы один раз на руку одел, и здесь немножко появляются такие морщины. При регулярном ношении очень быстро ремешок повредится. Но если хотите, есть к этим часам и силиконовый ремень, который тоже будет вплотную подходить. В принципе, будет смотреться хорошо. Ну или можно сделать на заказ кучу других ремней. В чем плюс? Вот ремешка, который подходит вплотную корпусу, это выглядит, часы выглядят более как бы гармонично. При этом, конечно же, вы не можете взять совершенно любой ремешок и поставить. Если вы смените ремешок на другой сторонний, он будет смотреться как обычный ремень. А минус есть один, что вы не можете положить часы ровно на стол. Соответственно, они будут падать, лежать они не будут. Только вот в таком положении. Положить часы ровно невозможно. Ну, либо ставить их где-то на подушечку. Кстати, напишите в комментариях, как храните свои часы. Будет интересно почитать. Что имеем по итогу? Глубокий циферблат выглядит довольно красиво. При этом, используя кварцевый механизм, можно было сделать часы значительно тоньше. Возможно, для кого-то это было бы более выигрышным решением. Из плюсов, однозначно, это тритий, который теперь стали использовать в часах командирские. Светит не так ярко, но светит постоянно. Также мне понравился матовый корпус этих часов. Хорошая форма, хорошая обработка. Часы смотрятся очень лаконично. Да и в целом, здорово, что часы развиваются, и мы видим новые командирские. Интересно посмотреть, что будет еще через время. Из минусов, для меня, в первую очередь, это ремешок, который своим качеством не порадовал. Если бы я взял эти часы себе, то, скорее всего, поменял бы ремешок на какой-то тканевый, типа нато. И мне кажется, часы были бы немного гармоничнее. Ну и что касается цены. Стоят эти часы 16500 рублей. Кстати, ссылка будет в описании. Если интересно, переходите, смотрите. Цена, казалось бы, для командирских высоковата. Да, конечно, здесь используется тритий, здесь другой корпус и классное стекло К1, которое будет гораздо лучше, чем стандартный плексиглас. Но за эти деньги можно купить штук 5 обычных командирских, либо парочку хороших амфибий. И по итогу часы интересные, часы привлекательные, но, конечно же, не лишены своих недостатков. И если вы выбираете часы для себя, в первую очередь выбирайте те, которые будут нравиться именно вам. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока. Продолжение следует...